Всем привет, с вами Сергей Черков и в этом видео мы поговорим о лути-анимации, а именно как работать с лути-файлами в FIGMI. Многие из вас спрашивали меня об этом и писали комментарии, пожалуйста, наслаждайтесь этим видео, оно для вас. Вы можете зайти на сайт с лути-файлами, ссылочка будет внизу в описании к этому видео. Суть заключается в том, что это анимации, которые не являются гифами, они весят намного меньше, чем гиф-анимации. Это SVG штуки, выглядит очень прикольно, большая библиотека есть бесплатных анимаций, которые вы можете использовать в своих проектах. Плюс их очень удобно скачивать и загружать на сайт, либо в ваше приложение. Здесь можно посмотреть пример, что лути-анимация весит в разы меньше, они пишут в 600% меньше, но и работает более аккуратно и плавно. В FIGMI есть плагин официальный от лути-файлов, который позволяет нам загружать в наши макеты эти картинки и эти анимашки. Поэтому давайте посмотрим, как это работает непосредственно в FIGMI. Погнали! Итак, я создал какой-то некий макетик сейчас, очень простой, нас не интересует, что там, как он выглядит. В данном случае нас интересует лути-плагин. Для этого нам нужно зайти в комьюнити и найти этот плагинчик здесь. Пишем лути, ссылочка будет внизу тоже в описании к этому видео. Находим плагин luti-файлов и устанавливаем его к себе в FIGMI. Переходим в файл, заходим в раздел плагины и здесь выбираем наш плагин luti-файлов. Открывается окошко, нам необходимо зарегистрироваться. Нажимаем логин via browser, можно так, либо подписаться. Ну, я через браузер уже авторизирован, поэтому здесь я просто разрешаю доступ к тому, чтобы подключиться к FIGMI, подключить плагин. Все, меня поздравили, все круто, ведь все заработало. Теперь настало время добавить анимацию в макет. Заходим в иконку FIGMI, выбираем плагины, находим еще раз наш luti-файл. И здесь теперь выбираем все наши возможные анимации. Более того, здесь идет бесплатная библиотека различных прикольных анимашек, но мы можем с вами добавлять анимации, которые мы хотим. В принципе, можем их даже создавать в After Effects и потом экспортировать в luti. И дальше передавать в разработку, что тоже очень круто. Ну, давайте добавим сюда какой-нибудь, допустим, вот этот значок. Можем посмотреть, как он работает. Видите, очень прикольно срабатывает. Добавить его в макет следующим образом можно. Мы нажимаем конвертировать в GIF и добавляем в FIGMI. У нас он вставился вот здесь. Давайте посмотрим. Сейчас вам видно почему-то. Потому что у нас он запускается с белого, как бы, такого экрана. И обратите внимание, что он у нас будет без фона. Фон можно даже добавлять здесь. И так это круто работает. Можем создать следующую штуку. Смотрите, мы создаем с вами копию. Копию этого фрейма. Здесь мы его сворачиваем. Закрываем. Нажимаем на кнопочку Let's Rock. И делаем переход через Smart Анимацию на следующий фрейм. Вот здесь давайте добавим назад. Смотрим, что у нас получилось. Запускаем наш прототип. Итак, смотрим, что у нас получилось. Нажимаем Let's Rock. Let's Rock Cheeks. И срабатывает анимация. Так это круто выглядит. Поэтому оживляйте ваши макеты с помощью Let's Aнимации. Уверен, они сразу же будут выглядеть интереснее, насыщеннее и эффектнее. А с вами был Сергей Черков. Не забываем ставить лайк и подписываться на мой канал, чтобы не пропустить другие интересные и полезные видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok